Здравствуйте, друзья! Намасте! Это канал India Magic TV. Я в Гакарне, 13 февраля 2018 года. Сегодня здесь начинается фестиваль Махашиваратри. Маленький и обычно довольно тихий городок Гакарна превращается в шумный восточный рынок. Вдоль дороги откуда-то появляются торговцы всякой всячиной. Еще пару дней назад здесь никого не было, никаких лавочек, вот этих никаких торговцев. В Гакарну приезжает множество индийских паломников-шиваитов, людей, которые поклоняются шиви. Во время фестиваля все отели и гестхаузы городка заняты. Очень трудно найти свободную комнату, практически невозможно. Теплой южно-индийской ночью индийские паломники спят на улице, спят вдоль дороги, на пляже. Сегодня ночью я видел спящих людей даже в небольшом дворике нашего отеля. В городе очень много полицейских, большинство из них прикомандировано из других мест для соблюдения порядка. Даже в нашем отеле по соседству со мной живет группа полицейских. Вчера они заходили ко мне, просили на прокат зажигалку. Уж не знаю зачем она им понадобилась. Может быть зажечь благовоние, а может быть чего-нибудь покурить. Полицейские ведь тоже люди, особенно индийские. Дорога по которой я иду ведет к озеру. Это очень священное место в Гакарне. Именно здесь по преданию и появился на свет господь Шива. Здесь вокруг священного озера или Кунды район особенный. Говорят, что здесь живут только потомственные браманы. Меня удивило, что даже в разгар фестиваля, в то время как в остальной Гакарне расцветает торговля и открываются сотни новых лавочек. На этой улице, которая ведет к озеру, всегда тихо, спокойно и благостно. Никакой торговли, ничего такого. Вот видите, друзья, улица заканчивается и я выхожу к озеру постепенно. Это озеро называется Катитиртха. На время фестиваля здесь включают по кольцу вот эту противную запись. Видите, вот такой звук, как звук телефона. Потом голос говорит на хинди и на английском о том, что нужно содержать озеро в чистоте и вообще Гакарну нужно содержать в чистоте, что нельзя бросать везде пластиковые пакеты, пластиковые бутылки и так далее. С точки зрения индийцев это, наверное, хорошо и нормально, но как-то вот в таком прекрасном месте хочется тишины. Эта закольцованная по кругу аудиозапись напоминает немного пытку звуком. Попробуем с вами как-то абстрагироваться от этого звука. Видимо, на время фестиваля это необходимость, учитывая привычку индийцев выбрасывать мусор там, где вздумается. И, наверное, хорошо, что индийское правительство решило вот таким вот образом во время популярного фестиваля воспитывать в индийцах, в своих гражданах, любовь к чистоте. Это реально звучит, как какое-то гипнотическое внушение. И это хорошо, наверное, для Индии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вдруг ты из? Из Индии. Из Индии. Да, ну, где ты из? Из Индии? Нет, ты из... Я думаю, ты из России. Да. Это машина. Вау. Этого не было здесь. Этого не было здесь. Этого не было здесь. Ты красивая. Да. Продает часы все за 150 рупий. Большие часы за 150 рупий, а там справа маленькие часы за 100 рупий. 150. Очень большое. День какие-то лавочки проявляются? А? Днем какие-то лавочки проявляются, вечером проявляются. Смотри, какие поставили новые урны красивые. Обалдеть. Новые. Блестящие, почти как настоящие урны. А, нет, не в этот, вот в этот. Здесь курят. Чужих столько-то, а? Ты понимаешь, праздник? Какая у них классная вот эта капуста большая, цветная. Цветная? У нас такой нету. Почему нету? Я не видел такого разного. У нас вот такая вот китайская продукция. У нас тут есть. У нас тут тоже от региона зависит. У нас тут. У нас тут тоже от региона зависит. За время такого загара активного кожи очень сильно уже надо ее чуть-чуть поддержать. Сука, он не поменяйте, нет. А у тебя ничего разного нет? Нет. А как же мне тогда быть? Не знаю. Привет? Может быть я взялась. Ну, давай я взялся. Он пришел. Да, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? А, как ты делаешь? Один минутой. Может быть я взялась. Один минутой? Сейчас разменяем. Что это? Жусь. Бадам. Мец. Это милк, а не жусь. Мец. Бадам. Гостиница. Наша гостиница лучшая в этой в Гакарне. Это Майдерсил? Да, это Майдерсил. А как это называется? Идли. Как? Идли. Выложили классную посуду. Пивные. Пивная кружка. Аналог российского граненого стакана. 200 граммов. Да, 300 рупий. Такой наборчик. Я бы даже купил, если бы куда в него. Куда, вот вопрос. Своим кочевным образом жизни. Да, я какой-то не особо кочевный-то. Я сижу уже. Я как приехал, я был, можно сказать, в трех местах. В Ришакеши. В Путапарте. В Путапарте. В Путапарте потом, ну так, подолгу. Где еще был? В Варамболе и вот в Гакарне. Все, четыре места. Люди приезжают, ездят каждый день в новое место. Ну это очень тяжело. Они даже не ночуют в гостиницах, они ночуют в поездах просто. Оказалось, что фестиваль Махаши Варатри это не одна ночь и следующий день. Это несколько дней здесь. Праздник начинается 13 февраля вечером и продолжается до 16-го. В последний день, 16-го февраля, будет как бы кульминация катания огромной колесницы по главной улице города. Поэтому, скорее всего, у меня будет несколько роликов, посвященных вот этому времени Шиваратри. А сейчас я зашел вот в свой любимый джуз-центр. Кроме соков, тут дают еще такие маленькие вкусные закуски. А еще всякие обалденные десерты на основе мороженого. Я всегда здесь беру холодный кофе с мороженым. Также здесь очень вкусный и дешевый ласи йогурт. После арамбольских цен, мне кажется, что здесь все стоит какие-то копейки. Большой стакан холодного кофе с мороженым стоит здесь 50 рупий. А я подсел здесь вот на такие сытные салатики. Вот этот называется Дахи Пури. Дахи, потому что он палит йогуртом. Йогурт на языке хинди это Дахи. Там в составе лучок, помидоры, какой-то соус. Какие-то бобовые, вроде как чечевица вареная. Хрустящие печеные лепешки небольшие. Сами вот эти пури. И тоненькие, как вермишель, хрустящие чипсы. Стоит все это удовольствие 35 рупий. 30 рублей. Я подсел на эти штуки в этой кафешке. И фактически здесь, в Гаккарне, я питаюсь вот только этими курьями. Иногда изредка что-то ем в других местах. Так выглядит эта маленькая кафешка со стороны. Называется Матрея Джуз Центр. Легко находится на гугл-картах по своему названию. Так что рекомендую, друзья, будете в Гаккарне, обязательно заходите сюда полакомиться. А я напомню еще раз, что вы можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить момент, когда будет выпущен новый фильм. Если мои фильмы вам нравятся, друзья, пожалуйста, поделитесь с ними в ваших социальных сетях. Возможно, это поможет развитию канала. Под каждым видео есть кнопочка «Поделиться». Если на нее нажать, то открывается список кнопок социальных сетей. Достаточно просто нажать на нужную кнопку, и все произойдет автоматически. До свидания. Всех благ. Намасте. Субтитры сделал DimaTorzok